Самая большая секретная тайна современной России – это финансы РПЦ. Секта Гундяева – единственная организация, которая не обязана отчитываться о своей бухгалтерии. Подавляющее большинство скрепных может только догадываться о том, на что живет РПЦ. При этом сами верховные служители мавзолейного культа усердно делают вид, что питаются Святым Духом, который обитает в салонах лимузинов и яхт Российской Православной Церкви. Вот только в РПЦ произошел скандал, в результате которого священнику Роману Степанову из Новочебоксарска запретили проводить службы. Причиной стало то, что священник публично призвал патриарха Кирилла и других попов РПЦ раскрыть свои доходы. В своем манифесте, как это назвал Степанов, призвал РПЦ не быть закрытой организацией, в которой затемняется и замалчивается, и забалтывается беззаконие злоупотребление. Священник посягнул на святая святых, за что мгновенно был отстранен от проведения служб. Впрочем, скандала избежать не удалось, и этот манифест вызвал большой интерес к финансовой стороне вопроса российской веры. По многочисленным данным, церковная экономика совершенно непрозрачна. В любом приходе ведется двойная бухгалтерия, иногда тройная, которая складывается из нескольких составляющих. Основное вливание в церковную казну приходится на проведение ритуалов, то есть за счет средств, которые священники получают за крещение, венчание, отпевание и т.д. Вторая статья – доходы от продажи свечей, икон и другой клубной атрибутики. И самая доходная часть – строительство новых и реставрация действующих рассадников духовности. При этом работы по строительству и реставрации храмов проводятся по классической схеме, действующей по всей России. Средства уходят в форме откатов и на заниженном качестве строительства и реставрации. РПЦ – это мощная корпорация со своей этикой. Число филиалов составляет 39 тысяч приходов и храмов, при этом треть появилась за последние 10 лет. Получается, что по России духовность мчится со скоростью тысячи новых приходов в год. С такими масштабами расширения не может сравниться ни один, даже самый крупный ритейлер в мире. Каждый из этих приходов отчисляет в епархии, которых в Мордоре 308, от 10 до 50%. Епархии отправляют дальше в Патриархии около 15%. Все, кто официально входит в корпорацию, имеют налоговые льготы. Церковь освобождена от НДС, налогов на прибыль, имущество, земельного налога, государственных пошлин. РПЦ круче любого офшора на планете. Добавьте сюда персональные налоговые льготы. У попов их столько, что проще сказать, что они должны платить. Это 13% зарплаты в качестве налога на доходы физлиц. А все, что подводится под определение «религиозная деятельность» налогом не облагается. Все, кто стал членом святой корпорации, не только удачно трудоустроился с перспективой карьерного роста, но и принимает негласную РПЦшную омерту. Поэтому Роман Степанов по правилам мафии нарушил кодекс молчания. Ему пригрозили скорбным и неизбежным лишением сана. А митрополит потребовал от Степанова уйти псаломщиком в монастырь до решения церковного суда. Скорее всего, кранты наглому попу. И когда с него снимут филонь, еще и накажут по светским законам. Обнаружат хищение церковной свечки и недостачу при большой реставрации. Субтитры создавал DimaTorzok